МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В начале выпуска коротко о главном. Дорогой первого президента в Алматинской области стартовала народная экспедиция, посвященная 25-летию Ассамблеи народа Казахстана. Качественная вода, газ, крыша над головой. Благосостояние жителей области улучшается, что увидел глава края, совершая объезд по населенным пунктам региона. Итоги, планы и перспективы. Отчеты Акимов районов завершены. Что ждет регион области в этом году? Поэзия, живущая в веках. День рождения великого поэта Мукоголи Макатаева отметили в крае житусу. Ловись рыбка или туризм круглый год. В Алматинской области развивается новая ветвь туризма. Зимняя рыбалка. На уходящей неделе произошли события, встревожившие народ Казахстана. В селе Масанчи Курдайского района произошла групповая драка между местными жителями. В результате стычки погибли 8 человек. В связи с событиями президент Казахстана Касым Жумар-Токаев сделал заявление. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших граждан. Желал скорейшего восстановления пострадавшим и призвал население сохранять спокойствие. Отметив, что в настоящее время ситуация находится под контролем полиции и национальной гвардии. Уважаемые казахстанцы, мир и общественное согласие являются фундаментом нашего государства. Наш народ сохранял единство в самых сложных обстоятельствах. Мы не допустим, чтобы отдельные граждане и в первую очередь провокаторы наносили ущерб нашему общему достоянию. Уверен, в этом нас поддерживает абсолютное большинство наших соотечественников. Призываю граждан не поддаваться ложным слухам, оказывать содействие органам правопорядка и в обеспечении общественной безопасности. Государственные органы со своей стороны примут все необходимые меры для решения возникших проблем. Глава государства поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий событий в Курдайском районе под председателством заместителя премьер-министра Вердивека Сапарбаева. Сейчас важно успокоить население, отметил президент. К этой работе необходимо подключить Ассамблею народа Казахстана. Ведь единство народа – залог стабильности и успешного развития государства. Эта истина подтверждается временем. Опыт межнационального согласия нашей страны получил признание во всем мире. В этом году мы отмечаем 25-летие создания Ассамблеи народа Казахстана. Ровно четверть века назад на исторической карте нашей страны появился уникальный институт дружбы. За время своей деятельности Ассамблея из консультативно-совещательного органа преобразовалась в учреждение, имеющее конституционный статус. Сегодня ее члены представлены в парламенте. В честь 25-летия в этом году запланировано немало интересных и важных мероприятий. Одним из ключевых является проект «Народная экспедиция дорогой первого президента». И это вполне закономерно, ведь именно Эльбасы принадлежит идее создания Ассамблеи. Впервые она была высказана лидером нации еще в 92-м году на Первом форуме народа Казахстана. А в марте 95-го года в республике был создан уникальный институт дружбы. На этой неделе на родине Эльбасы в селе Шамалган Карасайского района был дан старт проекту «Народная экспедиция дорогой первого президента». В мероприятии приняли участие заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Женсит Туймибаев, Аким Алматинской области Амандык Баталов, депутаты парламента Республики Казахстан, соратники первого президента, общественные деятели, научная и творческая интеллигенция. Более подробно расскажет Гульнас Мустафа. Ровно 25 лет назад был создан консультативно-совещательный орган при президенте страны. Его задачей определена помощь в разработке национальной политики республики. Инициатором создания Ассамблеи народа Казахстана стал Нурсултан Назарбаев. За четверть века данная структура стала ключевым элементом, созданной государством модели межэтнического согласия, мощным стабилизирующим фактором в обществе. Именно поэтому общенациональный проект будет совпадать с главными вехами жизненного пути Ельбасы. Как отметил Аким Алматинской области Амандык Баталов, первое направление проекта будет посвящено малой родине первого президента. Как говорится, где прошло детство, там и начинается любовь, отметил он. Это все, вот именно путь лидера нации, первого президента нашего, Рустанавча, и вот эта вот экспедиция, вот это основная его тема. Вот через тех свидетелей, людей, которые это видели, передать и рассказать всем, довести, что вот именно, как было, как все это происходило и как сейчас мы живем. Я считаю, что мы живем очень хорошо. Можно с уверенностью сказать, что благодаря ассамблее удалось избежать политизации межэтнических отношений, направить имеющийся на то время конфликтный потенциал в конструктивное русло. И это позволило улучшить экономику страны. К примеру, сегодня бюджет только Алматинской области достиг рекордных показателей – 500 миллиардов тенге. Столько же привлечено инвестиции в край ЖТСУ. Создано порядка 48 тысяч новых рабочих мест. Курс Ильбасы, как оказалось, был правильным, говорили выступившие на открытии юбилейного года ассамблеи. Каждый связывал свою судьбу с судьбой Нуршултана Назарбаева. Я особо волнуюсь, когда говорю о первом президенте страны. Вспоминая детство, юность, проведенный вместе с Назарбаевым, я хочу отметить его заслуги. Несмотря на молодой возраст, он уже тогда был лидером, указывал нам правильный путь, старался воспитать в нас хороших людей. Это я сейчас с удивлением вспоминаю, ведь он с малых лет знал, что хорошо и что плохо. Каких-то ребяческих, неправильных поступков мы за ним даже не замечали. Он для нас до сих пор пример. Разноторонние знания, народная мудрость, человечность, сильная харизма – это только часть черт характера, присущие нашему первому президенту. Поистине большое, доброе человеческое сердце у нашего первого президента, в котором без преувеличения есть место для каждого казахстанца. И народ Казахстана напишет уникальную книгу, в которой сотни тысяч простых людей для будущих поколений расскажет свою судьбоносную историю о встрече с первым президентом. И сегодня ассамблея продолжает содействовать укреплению нового казахстанского патриотизма, национально-государственной идентичности и национального единства. В ЖТСУ в мире и согласии проживает более ста национальностей и народностей. Действует порядка 70 этнокультурных центров. Ими в подготовке нового современного казахстанца ведется активная работа. А молодежь, в свою очередь, готова работать в реализации проекта АНК, который направлен на раскрытие выдающихся заслуг Ельбасы в основании и построении независимого Казахстана. Наш Ельбасы, наш первый президент республики Казахстана Абитич Назабаев дал все для молодежи, чтобы мы работали, трудились. В данный день у нас есть все возможности для этого. Я как молодой человек нашей республики всех призываю во благо нашего государства работать. Каждому молодому поколению нужно равняться на старших, продолжать это дело. И сегодня нужны именно такие успешные истории, успешные истории лидеров, как нашего лидера нации. Я думаю, что важность Ассамблеи как раз таки с каждым годом, уже на протяжении 30 лет, наш народ живет в мире, в согласии. Старт проекта открывает новый цикл для широкой популяризации политики мира и единства народа. Как отметил заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Жан-Сеид Тимебаев, символами народной экспедиции дорогой первого президента станут дневник и флаг, которые войдут в собранные материалы и отчеты о работе. 6 июля текущего года они будут презентованы ильбасы. В рамках мероприятия было организовано посещение историко-культурных центров Атамикен, Анака-Хурмет и Батар-Бабалар. Гульназ Мустафа, Жаслан Шенгенжинов, Абзал Мусипов, телеканал ЖТСУ, Карасайский район. Сегодня на родине ильбасы, как и в других регионах Алматинской области, ведется большая работа по развитию всех сфер и отраслей. Для социально уязвимых категорий граждан строится жилье, решаются вопросы газоснабжения и обеспечения качественной питьевой водой. Открываются новые предприятия. Глава области Аманды Гбаталов убедился в этом лично. На прошедшей неделе он с рабочим визитом посетил Карасайский район. В ходе поездки первый руководитель области ознакомился с проведением ремонтных работ по восстановлению квартир, разрушенных после взрыва газовоздушной смеси. Напомним, ЧП произошло 8 января в многоэтажном доме в городе Каскеллен. В результате трагедии погибли два человека, шестеро пострадали. Повреждены были семь квартир. Восстановительные работы после взрыва стартовали 13 января. Сейчас ведутся отделочные работы. Уже завершены бетонные, установлены плиты перекрытия, оконные проемы и наружные двери. Полное завершение запланировано на 15 февраля. Стоимость работ составила 25 миллионов тенге. Глава края Амандык Баталов поручил ответственным лицам держать на постоянном контроле ситуацию и докладываться систематически. Встретившись с жильцами этого дома, Акимобоси рассказал им о проводимой работе и отметил, что выделены деньги не только на ремонт дома, но и на подключение природного газа. К слову, блочно-модульные котельные установят, как в микрорайонах Мелиоратор и Бостаргай в Толгарском районе. А это значит, будет соответствовать всем современным стандартам и, главное, обеспечит безопасность. Сделаем проектно-смертную документацию. У вас будет отдельное отопление, отдельно на пищеприготовление. Сундерма? Я. Отдельно, аккуратный, красивый. Радостное событие ожидало и 10 многодетных семей Карасайского района. В торжественной обстановке Амандык Баталов вручил им ключи от новых квартир. Дом расположен в микрорайоне Карлгаш и выкуплен по программе Норлежер для социально уязвимых слоев населения. Стоимость проекта 373 миллиона тенге. Светлые, уютные и просторные квартиры не оставили никого равнодушными. Даже не верится. Спасибо за заботу. Делятся эмоциями новоселы. Ну, эмоции непередаваемые, конечно. Очень огромная благодарность. Прям даже вот просто неописуемое состояние. Я очень благодарна всем тем, кто заботится о нас, кто нам помогает. Неожиданно было, правда. Это подарок, действительно подарок. Я уже вот в этом году пять лет, как стою на очереди. Я многодетная мама, у меня четверо детей. Так получилось, что я осталась одна их воспитывать. Муж умер и вот самой возможности не было приобрести жилье. Поэтому я очень благодарна, что для меня это очень большая помощь. Изменения в лучшую сторону ожидают жители района и в плане обеспечения качественной питьевой водой. Тому поспособствует проект Каскеленский групповой водовод. На его строительство затратят в общей сложности почти 9,5 миллиардов тенге. Первый этап уже окончен. Полностью завершат в 2023 году. После завершения проекта централизованным водоснабжением будут обеспечены как минимум 300 тысяч человек Карасайского района. На этой неделе плановый объезд глава области провел не только в районах, но и в самом областном центре. От пристального взгляда руководителя региона не ускользнули никакие малейшие нарушения. Главное требование к подрядным организациям, занимающимся благоустройством Талдыкургана, очень простое. Областной центр должен соответствовать статусу самого красивого города. Это касается как дворовых площадок, так и жилых массивов. Какие замечания и предложения были внесены Акимом области на встречи с подрядчиками и жителями Талдыкургана, расскажет Гульмира Тимиргалиева. Одно из важных направлений в благоустройстве Талдыкургана – обновление дворовых площадок и детских игровых зон. Со слов градоначальника Галымжана Абдраимова, на сегодняшний день в списке плана реконструкции числятся 275 объектов. Из них чуть меньше половины уже сданы в эксплуатацию. В 2019 году было отремонтировано еще 10 придомовых территорий. В текущем году по проекту будут полностью обновлены 38 площадок. Во время объезда Талдыкургана глава региона Амандык Баталов ознакомился с первым объектом по адресу Жен-Сугорова, 71. К слову, на реконструкцию двора было затрачено 18 миллионов тенге. Оценив работу подрядной организации ТО «Си-Эйч-Ти-Конст», Акимобласти сделал ряд замечаний представителю компании. А вот эти вот при подъезде скамейки кто это делает? Тоже по этому проекту? Да. Ну а что такие делали? А? Это так проектируешься, проектируешься? Точно. А? Да. А что такие вот? Ти же красивые, с собой мамы. Это по малой эксплуатурной форме, мы по ней выбираем. Ну что? Ты выбирай лучше. Ты тоже архотектор делаешь? Архотектор город. Там тоже. Вот такие скамейки не делайте больше, чтобы я не видел. Новая площадка во дворе дома номер 23 по улице Красина радует глаз. Провести с пользой досуг здесь могут не только дети, но и старшее поколение. Однако и здесь нашлись изъяны. Так, Амандык Баталов сделал замечание по отсутствию внешнего ограждения площадки. В своём требовании глава области напирал на безопасность детей. К слову, в будущем здесь будет проведён ремонт фасадов и кровли домов, а также подключение многоэтажек к сети природного газа. На дачном массиве Уйтаз решается вопрос с питьевой водой. На эти цели было заложено более 950 миллионов тенге. Так, из 43 километров водопроводной сети 27 километров уже проложено. В текущем году будет завершена прокладка 16 километров водопровода. Кроме того, Амандык Баталов пообещал решить ещё одну проблему уйтазцев. Уже в этом году будет запущен специальный автобус для перевозки школьников. Вместе с тем, по просьбе жительниц, глава региона в целях безопасности детей поручил установить ограждение берега водоёма во избежание трагедии. В августе весь этот уйтаз будет обеспечен питьевой водой. Большие трудности у жителей дачного массива сложились и из-за регистрации по месту жительства, так как из 15 улиц лишь две числятся на городском балансе. Кроме того, уйтазцы испытывают проблемы с оформлением документов на недавно построенную мечеть и отсутствие места для погребения умерших. Выслушав чаяние жителей пригорода, Амандык Баталов поручил Акиму города помочь в разрешении возникших ситуаций. «Наверное, нигде нет такого, чтобы на дачные массивы давали вот такие средства, выделялись. Сколько лет? Сейчас, видите, газ пришёл уже, да? Да. Вот, электричество есть, вот, вода». В жилом массиве «Энтемак» в настоящее время проживает около 900 человек. В населённом пункте насчитывается более 2000 земельных участков. Из имеющихся 45 улиц асфальтированная – только одна. 26 улиц из общего количества – щебневые. Остальные имеют гравийное покрытие. На весь жилой массив здесь единственная автобусная остановка. Со слов жителей, они остро нуждаются в объектах социального назначения. Анализируя ситуацию обследованных объектов, Амандык Баталов подчеркнул необходимость соответствия пригородных населённых пунктов городскому статусу. Так, в каждом жилом массиве ускоренными темпами должно идти развитие инфраструктуры, а граждане, проживающие в них, быть обеспеченными электричеством, природным газом и питьевой водой. На этой ноте продолжился объезд главы региона в жилой массив Жастар-2. Более 300 жителей этого населённого пункта уже пользуются водой и канализацией. В марте этого года будут завершены работы по освещению, а также запущено два автобусных маршрута. Кроме того, ведутся дорожно-строительные работы. В Витасе на сегодняшний день выделено миллиард сто денег. Водоснабжение начато, 55% исполнено. В августе месяце будет полностью сдан объект в эксплуатацию. На сегодняшний день в дачных участках Мирикелек тоже водоснабжение. Тоже выделено миллиард сто денег. В этом году тоже завершаем именно эксплуатацию по водоснабжению. В Витасе на сегодняшний день разрабатывается проект на документацию на электроснабжение. После будет уже проект на дороге, и дороги тоже будут приведены в соответствии. Залог успешной реализации проекта – качество, эстетический вид и скорость выполнения поставленной задачи. Эти требования глава региона Амандык Баталов выдвигает подрядным организациям. От сознательности и ответственного подхода последних зависит, как скоро жители Талдыкургана будут обеспечены социальными благами. Гульмира Тимиргалиева, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Областной центр растет и развивается. Основные задачи, поставленные перед Акимом города в 2019 году, выполнены. Это Галамжан Абдраимов отметил на отчетной встрече с населением, прошедшей на этой неделе. Так в областном центре темпы жилищного строительства радуют. Только за прошлый год жильем было обеспечено около 500 семей. И такая работа будет продолжена и впредь. Держать руку на пульсе города должен каждый Аким. От городоначальника жители ждут дельного подхода к решению насущных проблем. Именно поэтому на отчетную встречу с первым руководителем Талдыкургана горожане собрались охотно и ждали конструктивного диалога. Он состоялся. Подробности в материале. Талдыкурган – это территория, которая находится под особым вниманием Акимов в области города. Поэтому излишне говорить об уровне ответственности каждого, кто сегодня на месте реализует социально-экономическую политику. Также излишне говорить о поводах для гордости. Их более чем достаточно. Именно на них в своей речи остановился Галамжан Абдраимов, Аким города Талдыкурган. По его словам, во всех сферах есть развитие. К примеру, объем промышленного производства составил порядка 76 миллиардов тенге. За год открыто 60 новых объектов, за счет чего создано более 400 новых рабочих мест. Построены три кредитных дома, один коммунальный и более 200 коттеджей. Но успехи и достижения не умаляют масштаб проблем, которые присутствуют в городе. Некоторые из них не находят решения и по сегодняшний день. Проблема открытых колодцев на инженерных сетях. Открыто говоря, судя по многочисленным ответам, у вас, у Акимата нет механизма решения данного вопроса. Сегодняшний день в Алмате две компании готовят свое предложение. К концу этого месяца, как вы сказали, чипирование новых колодцев. Другая компания, у нас есть колодцы, которые существующие. На существующих колодцах хотят ставить именно замки. Вот такую работу в этом году будем проводить. В Талдыкургане Хава Сурхаева известная личность. Несмотря на свой возраст, она является активным пользователем социальных сетей. Через них до руководства области города доносит просьбы и чаяния талдыкурганцев. Отчетные встречи она не пропускает. Знает, что здесь можно получить ответы на волнующие вопросы. Работой нынешнего Акима Хава довольна. Вместе они смогли решить самую главную проблему дачи Уитас. Проблем у нас, конечно, очень много. Очень много. Я в основном стараюсь, помогаю людям на Уитасе. Решаем проблему. У нас проблема была с водой. Вот скажу, с появлением нашего нового Акима, очень много вопросов. Детскую площадку он нам поставил. Причем не только сами они в выходной день работали. Сами специалисты. Замок им копал. Сами они делали, помогали. Малоимущим помогают. В общем, вопросы решаются. Внимание оказывают людям. И по десятибалльной шкаре мы ему ставим 10 баллов. Он с работой справляется. И хотим, чтобы он долго-долго еще работал. Как полагается, на таких встречах, где собирается основная активная часть населения, Аким Алматинской области лично информирует собравшихся о проводимых в регионе делах. По словам Аманды Кабаталова, на сегодня очень много сделано. В первую очередь, это строительство заводов, которые создают новые рабочие места и выпускают востребованную продукцию. Из 19 транснациональных компаний, 9 находятся в ЖТСУ и успешно работают. И это большой показатель. Однако, введенная 5 лет назад индустриальная зона в Талдыкургане, полностью обеспеченная всей необходимой инженерной инфраструктурой, бездействует. Как я стал Акимом, я сделал. Но вот одно из таких недостатков, то, что я все время Галанджан Раиловичу говорю, его команде, до этого тоже им говорил. Вот у них какое-то особое такое отношение. Боятся привлекать сюда инвесторов. Надо нам здесь, в Талдыкургане, 2-3 завода построить. То, что с китайцами вот этот мясокомбинат начали, до сих пор непонятно. 10 лет строим мы его. Поэтому вот надо работать над тем, чтобы сделать наполнение вот этой индустриальной зоны. Не обязательно здесь построить завод, как вот Лукоил или же Маревенфуд, или там Фудэмэс, то, что мы в других районах построили. Но производство оно жимусором бомбаре. Желающим встретиться с руководством области города лично был организован общественный прием. 15 человек обратились с различными вопросами, которые касались строительства жилья медработникам от кормочного комплекса, оздоровительного лагеря для детей, повышение заработной платы работникам частных дошкольных учреждений и решение проблем с аварийным жильем. Все эти 15 проблем взяты на контроль. И по мере возможностей они будут решаться в ближайшее время. Объемы промышленного производства в Алматинской области увеличиваются. Свою лепту в этот вопрос вносит каждый регион края ЖТСУ. Так, в Карасайском районе в 2019 году было выпущено продукции почти на 300 миллиардов тенге. Рост объема в сфере промышленности отмечается и в Янбикши-Казахском районе. Здесь завершается строительство завода ТО ЖТСУ «Соя», а также запущен цех по переработке перепелиного мяса. Своими успехами может похвастать и руководство Толгарского района. В 2019 году в регионе проведены колоссальные работы по обеспечению роста благосостояния населения и его безопасности. Все подробности у моего коллеги Елямана Раимбекова. На территории Карасайского района расположены такие промышленные гиганты, как «Хамлек Компани ЛТД», «Азия Агрофуд», «Эджи Брэнс», «Кока-Кола» и другие международные компании. Они и формируют львиную долю объема производства, которая превысила показатель 2018 года на 47 миллиардов тенге и составила 292 миллиарда. Успешным оказался год и в плане привлечения инвестиций. Так общий капитал пополнился на 124 миллиарда тенге, отметил Жан-Тарбек Долобаев. Отчетная встреча с полным залом проходила в открытом формате. Интересовались жители самыми разными темами. И что важно, в отличие от прошлых лет, касались не личного характера, а насилия массовая. Что Вы думаете о блочно-модульных котельных, которые планируют состроиться по городу Каскелин? Да, я только что сказал, у нас 28 многоквартирных жилых домов. Мы туда должны по плану установить 7 модульных котельных. На сегодняшний день из них 3 получены положительные экспертизы, и 6 еще разрабатывается проектно-смертная документация. Поддержал нас Акимобласти, и в этом году мы начнем строительство, и до конца года завершим. Только остается один модульный котельный. Сейчас в данный момент сделана заявка, будем разрабатывать проект, и тоже окончательно будем решать этот вопрос. Собравшиеся смогли задать свои вопросы и главе области Аманду Кубаталову. Просили жителей выделить деньги на строительство стационарной больницы в станции Чамалган. Интересовались электроснабжением региона, строительством мусороперерабатывающих предприятий. Все чаяния были услышаны. Решения вопросов взяты под особых контроль Акимобласти. Год прошел плодотворно, но нельзя расслабляться. В этом году должны взять под контроль стихийные свалки, ликвидировав их. Навести порядок вдоль автодороги в районе Алтынорды. Проводить еженедельные планерки. Построить наденный переход на станции Чамалган. К слову, там также будет лифт. На этот проект выделено 330 миллионов тенге. Эти и другие актуальные темы должны быть на строгом контроле руководства района. Немало актуальных тем и в Толгарском районе. С прошлого года при поддержке Акимобласти Аманда Кубаталова начаты работы по берегу укреплений и ликвидации последствий чешечанных ситуаций на реке Толгар. Выполнены уже 50% работ. Срок сдачи объекта до конца мая этого года. Активная работа в регионе проводится и по привлечению инвестиций. За прошлый год сумма вложений составили 67,5 миллиардов тенге. Открылись два крупных предприятия. Один из них – отечественная лифтостроительная компания «Казлифт». Стоимость проекта – 400 миллионов тенге. Мощность – до 600 лифтов в год. Об этом рассказал Жолан Умаров, докладывая перед населением об итогах различных сфер. Так, по его словам, почти полностью в районе решен вопрос с подачей качественной питьевой воды. Район обеспечен на 93%. Также из проблемных участков было централизовано отопление. Для его решения в 2019 году было построено 15 плочномодульных котельных. Реализация данных проектов позволила обеспечить теплом почти 4 тысячи квартир. На сегодня район газифицирован на 56%. Общая протяженность сети составляет 925 километров. Количество абонентов – 30 тысяч. Тариф на природный газ составляет сегодня 29,8 тенге за куб. В текущем году на благоустройство 6 дворов микрорайон Бостарга – Мелератора. Сезон Табсурман Загасиаке сказано, что 7 миллионов тенге «Харастерлды». В настоящее время проводятся конкурсные процедуры на СМЭР. А также на начале работ по благоустройству оставшихся 64 дворов выделено 100 миллионов тенге. ПСД находится на государственной экспертизе. Жители Толгарского района всегда отличались высокой гражданской позицией. На встрече желающих задать вопрос Акиму оказалось более 30 человек. С трибуны звучали просьбы самого разного характера. Многие вопросы адресовали главе области. Аман Дагбаталов дал развернутый ответ каждому. К нам поступило заявление от парня, который проживает и обучается в школе-интернате номер 4. И когда мы проводили там общественную проверку, мы выявили ряд нарушений. Данное здание, по словам директрисы, собственно говоря, данного учреждения, на него не выделялись деньги уже более 60 лет. Когда мы проверили, мы увидели то, что дети там моются в ржавых поддонах. То есть фактически видно то, что там Советского Союза не было ничего. Мы разберемся. Там делали, оказывается, капитальный ремонт учебного заведения в 2011 году. Именно где жилом в этой стороне ремонт не делали. В настоящее время делается проектно-сметная документация. Незаконное строительство объектов – распространенное явление в Толгарском районе. К нарушителям будут применяться строгие меры, предупредил Амадык Баталов. Проблемы дефицита квалифицированных медицинских работников и амбулатории найдут верное решение в текущем году, пообещали собравшимся. Прошедший год был успешным и для имбекши Казахского района. Объем инвестиций в экономику региона превысил 38 миллиардов тенге. Положительный рост наблюдается и в сфере сельского хозяйства. Объем производства составил 120 миллиардов тенге. Это на 17 миллиардов больше, чем в предыдущем году. По сравнению с 2018 годом мы увеличили объемы промышленной продукции на 2 миллиарда 222 миллиона тенге. Завершается строительство завода ТОО «ЖТСУ-СОЯ» по переработке соя мощностью до 50 тысяч тонн. Также запущен цех по переработке перепелиного мяса в Саймасайском сельском округе. После отчетного доклада жители района смогли задать волнующие вопросы руководству района и области. Многих интересовали процесс газификации, качество дорог и выдача социальных пособий. Также актуальной проблемой в регионе остается вопрос с трехсменным обучением в школах. Таких в районе 4. Все обращения были переданы в соответствующие органы. В целом жители дали удовлетворительную оценку работе Акимов этих районов. А именно за открытость и кардинальные перестройки во благо общества. Положительную оценку работе Акимов дали жители и других регионов области. И это не случайно. Результаты налицо. В Аксусском районе большие успехи в отрасли сельского хозяйства. Почти 3000 гектаров было отведено в 2019 году на посев сахарной свеклы. В итоге получено 97 тысяч тонн урожая. В городе Тикели увеличен объем инвестиций. Он составил более 6 миллиардов тенге. Из них почти 80% в небюджетные вложения. Судя по отчету Акимов на городе Бахтияра-Онирбаева, все задачи, поставленные в 2019 году, удалось выполнить. Планы на год наступившие не менее амбициозны. К примеру, в Кирбулагском районе в этом году состоится запуск цементного завода. Его производственная мощность составит 1 миллион 200 тысяч тонн цемента в год. Предприятие обеспечит рабочими местами 500 человек. Помимо этого, в Куренбельской долине начнется строительство гидроэлектростанции мощностью более 8,5 мегаватт. Об этих и других проектах смотрите в следующем материале. Аксусский район региона аграрной направленности. По итогам прошлого года воловой объем сельхозпродукции превысил 35 миллиардов тенге. Под посевы отведено свыше 60 тысяч гектаров, около трех тысяч из них – под сахарную свеклу. Вдохнувший в регион новую жизнь возрожденный местный сахарный завод переработал урожай близлежащих трех районов и дал свыше 6 тысяч тонн сахара. В этом году нашей основной задачей является довести площадь посевных земель под сахарную свеклу до 3200 гектаров и собрать 126 тысяч тонн продукции. Увеличение объема сладкого корнеплода, готовой продукции и в целом функционирование сахарного завода остается основной стратегией нашего региона. Отчет Акима района заслушал глава области Амандых Баталов. Пользуясь случаем, местные жители смогли задать волнующие их вопросы как Акиму района, так и Акиму области. От имени всех медработников района обращаемся к вам с просьбой поспособствовать выделению денежных средств на ремонт центральной районной больницы. Ремонт ожидается. Он запланирован на ближайший период. На это из бюджета предусмотрено порядка 900 миллионов тенге. Этот вопрос глава области поручил взять на особый контроль. Я эту больницу хорошо знаю. Не раз бывал там еще когда работал Аксакал Жумагельдин. Его можно начать делать по блокам. Поэтому продумайте и как будет готова проектно-сметная документация, подайте заявку. Мы поможем. По завершению отчетной встречи Акиму области провел личный прием граждан. Обратилось всего к главе края 19 человек. По ряду поднимавшихся вопросов тут же были приняты конкретные решения, другие замечания и предложения, требующие определенного срока исполнения, взяты на контроль с целью дальнейшей реализации. В ходе рабочей поездки Амандах Баталов также посетил школу имени Есмурата Сикломова. Это общеобразовательное учебное заведение с пришкольным интернатом, которое несколько лет назад находилось в плачевном состоянии. И лишь благодаря поддержке Акима области в 2015 году на его капитальный ремонт с областного бюджета было выделено почти 800 миллионов тенге. В настоящее время она является одной из передовых школ в регионе. Хорошие результаты были достигнуты по итогам прошлого года и в городе Текели. Так, в государственный бюджет поступило свыше 2 миллиардов тенге, в том числе в местный бюджет более 1 миллиарда. Объем инвестиций в основной капитал составил свыше 6 миллиардов тенге. Почти 80% из них составили вне бюджетной инвестиции. Малый и средний бизнес являются основной, важной составляющей части экономики города. По состоянию на 1 января в городе действующих субъектов малого и частного среднего бизнеса составляет 1500 единиц. Поступление платежей в бюджет от субъектов малого и среднего бизнеса составляет 1 миллиард 400 миллионов тенге. Ожидается ряд новшеств и в Кербулакском районе. В их числе запуск цементного завода мощностью 1 миллион 200 тысяч тонн цемента в год. Предприятие обеспечит рабочими местами 500 человек. Помимо этого, в Куренбельской долине начнется строительство гидроэлектростанции мощностью более 8,5 мегаватт. В ходе своего доклада Махабад Бегильдиев обрадовал жителей региона и новостью о строительстве 40-квартирного многоэтажного и 50 индивидуальных жилых домов. Сметная стоимость проекта составила 1 миллиард 358 миллионов тенге. На проектирование инженерно-коммуникационной инфраструктуры этих объектов из бюджета в 2019 году выделено свыше 51 миллиона тенге. Проект направлен на государственную экспертизу. На строительство монтажной работы проектов запрашиваются средства из областного бюджета. В формате открытого микрофона жители региона высказали недовольство касательно сферы здравоохранения. Я бы хотел поднять вопрос касательно сельских врачебных амбулаторий. Их состояние очень плачевное. Здания старые, плохие условия. В помещениях очень холодно. Можете ли вы как-нибудь решить этот вопрос? Да, действительно, есть проблемы. Народ об этом не говорил. По 15 сельским округам я сделал заметки, записал обращения граждан. Мы рассмотрели и выявили, что наиболее печальное положение в амбулаторных пунктах Шубарского и Куксусского сельских округов. Сейчас мы разрабатываем проект по четырём врачебным амбулаториям. Как всё завершится, будем просить средства на строительство. В разрезе всех районов Алматинской области Алакольский район по социально-экономическим показателям стоит на первых позициях. Объём воловой продукции в сельском хозяйстве района превысил 45 миллиардов тенге, из которых на долю животноводства приходится почти 20 миллиардов. Растеневодство – больше 25 миллиардов тенге. Судя по отчёту главы региона, тенденция роста наблюдается во всех отраслях. Вопросы дорожно-транспортной инфраструктуры в регионе с развитой туристической сферой стоят одними из первостепенных. За последний год были отремонтированы 22 километра местных автомобильных дорог на сумму 770 миллионов тенге. В 2020 году будет проведён средний ремонт 52-го километра трассы Кабанбай-Коктубе, 20-го километра трассы Кабанбай-Лепсе, 6-ти мостов трассы Кабанбай-Коктума, капитальный ремонт двух мостов на участке дороги Танкерес-Кокжар. На выполнение этих работ будет выделено 1 миллиард 375 миллионов тенге. Отчётная встреча показала, что в Алакольском районе аппаратом Акима проводится большая работа во всех социально значимых направлениях. Айнур Мирханова, Жасулан Шенкенжи, Мадиб Айбосынов, телеканал ЖИЦУ. Большое внимание в регионах области уделяется и вопросам социальной сферы. В прошлом году в Реймбекском районе на строительство социальных объектов было выделено почти 5 миллиардов тенге. В их числе сервисный акимат, центр обслуживания населения, здание прокуратуры, а также физкультурно-оздоровительный комплекс. Кроме того, был начат долгожданный ремонт трассы на рынковке Ген. Тем временем в Уйгурском районе успешно ведётся газификация. К природному газу уже подключены более 350 абонентов. Активно развивается в регионе сфера туризма и предпринимательства. В прошлом году открыто 16 новых объектов малого и среднего бизнеса, что позволило отчасти решить вопрос с трудоустройством населения. Значительный рост во всех сферах наблюдается также в Панфиловском и Кигенском районах. Все подробности у Азата Жамаханова. Сельское хозяйство – главный двигатель экономики Раимбекского района. Объём сельхозпродукции в прошлом году составил 30 миллиардов тенге. Это на 5 миллиардов больше, чем годом ранее. Стоит отметить, особое внимание крестьяне уделяют животноводству. Так, в регионе имеются 52 тысячи голов крупнорогатого скота и 35 тысяч лошадей. Кроме того, из 240 тысяч голов мелкорогатого скота – 145 породы архар-меренос. В районе имеется порядка двух тысяч крестьянских хозяйств, занимающихся животноводством. 84 из них занимаются скрещиванием. В селе Саржас открылась откормочная площадка на 200 голов. Добавим, в 2019 году нашими фермерами было отправлено 100 тонн мяса на экспорт. В этом году в зависимости от спроса намерены увеличить. 2019 год для кигенцев стал плодотворным. В экономику района было привлечено более 5 миллиардов тенге инвестиций. В основном из сельскохозяйственной сферы. Производство продукции этой отрасли составило более 28 миллиардов тенге. За минувший год было произведено 16 тысяч тонн мяса скота и птицы. 25 тысяч тонн молока, порядка 360 тонн мяса – экспортный продукт. Объем промышленного производства за прошлый год превысил 9,5 миллиардов тенге. А поскольку район еще новая административно-территориальная единица, то и строительство в регионе активное. В селе Киген практически завершен спортивно-оздоровительный комплекс. Также возведено 15 жилых домов, проведен капитальный ремонт учебных заведений. В этом году будет проведен капитальный ремонт средней школы имени Инкробека Жумогулова на сумму 684 миллиона тенге. Завершается строительство школы села Саты. На замену котельных в школах Аксау, Актасты, Каркара предусмотрено 7 миллионов 350 тысяч тенге, а также 79 миллионов на приобретение транспортных средств для перевозки школьников. Панфиловский район – стратегически важный регион для Алматинской области. Он находится на границе с одной из самых больших мировых держав мира – Китайской Народной Республикой. А потому край привлекателен для инвесторов. В этом году в регионе планируется реализовать ряд крупных проектов, на что ожидается приток 45 миллиардов тенге частных инвестиций. Один из больших проектов, который мы сейчас уже собираемся внедрять – это производство солнечной электроэнергии. Дело в том, что мы уже подписали с Центром зеленых технологий в Астане меморандум на 10 миллиардов тенге. Они должны уже в этом году начать уже работы у нас в районе на 100 мегаватт, мощностью до 100 мегаватт. Плюс сейчас у нас, вы знаете, что в нашем регионе есть МЦПС, Международный центр приграничного сотрудничества. Плюс у нас есть свободная экономическая зона. Мы приглашаем инвесторов всех принять участие в работе, пользоваться теми налоговыми преференциями, которые предлагает свободная экономическая зона и МЦПС. Я думаю, что инвесторы сейчас к нам придут. Почему? Потому что все практически вопросы решены. Не менее грандиозные планы у руководства Игурского района в текущем году. Планируется реализация ряда крупных проектов. В их числе строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, новой птицфабрики и сразу трех тепличных комплексов. В общей сложности планируется привлечь 15 миллиардов тенге частных инвестиций. Активно развивается в районе сфера туризма. Сейчас в регионе функционируют более 50 зон отдыха, которые в прошлом году приняли около 75 тысяч отдыхающих. Большая часть средств, поступивших в казну района, доля предпринимателей. В прошлом году открыто 16 новых объектов малого и среднего бизнеса, за счет чего созданы 43 постоянных рабочих мест. В этом году будем увеличивать показатели и постараемся трудоустроить больше граждан. На этой неделе Амуатинская область с рабочей поездкой посетила министр культуры и спорта Актаты Раимкулова. В рамках визита она провела прием граждан. Встреча с населением прошла в стенах областного филиала партии Нуратан. Какие вопросы беспокоили жителей ЖТСУ, расскажет Ануар Мангельдинов. ЖТСУ – край с богатой историей. В свое время именно здесь было найдено множество памятников, скульптур и изделий периода Сакской и Тюркской эпох. Чтобы хранить и беречь все это наследие, необходимо открыть в регионе археологический музей, говорит заведующий историко-краеведческим музеем Карасайского района. В этом вопросе он считает, что нужна прямая поддержка министра. Наличие такого музея хорошо отразилось бы на сфере культуры нашего региона. Еще я считаю, что необходимо открытие научной лаборатории. Там бы исследователи проводили тщательный анализ каждого найденного экспоната. Данное предложение министр всецело поддержала. В настоящее время этот вопрос находится в разработке. Немало тем затронуто и касательно спорта. Пришедшие высказали ряд предложений, которые, по их мнению, могут помочь развитию этой сферы. У нас в Коксусском районе есть гора Шаган. Там очень прекрасный климат для проведения тренировок. Я бы хотел предложить открыть там спортивную базу. Во многих развитых странах строят комплексы именно в высокогорных местах. Об этом я слышал от французских и английских экспертов. Было бы хорошо и у нас открыть такую тренировочную базу. Брать положительный мировой опыт необходимо. Предложение Абдуали Тастанова министр обещала тщательно рассмотреть. Всего прием посетили семь человек. Их вопросы касались повышения заработной платы, получения надбавок, переутверждения прежних званий и многого другого. Все предложения направлены на развитие спорта, культуры. Есть такие предложения личного характера, как, например, было предложение исполнять произведения ушедшего уже композитора. Они все очень реальны, очень актуальны. И на самом деле они обязательно будут решаться. Сегодня день рождения великого поэта Мукагали Макатаева. Даже спустя десятки лет его произведения понятны и любимы народом. А потому можно смело сказать, что его наследие бессмертно. В рамках празднования дня рождения известного казахского автора по всей стране проходят творческие вечера, концерты и конкурсы. О том, как почтили память Мукатаева в Алма-Атинской области, расскажет моя коллега Кульмира Тимиргалеева. В Реймбекском районе на малой родине поэта в селе Карасас прошел 13-й ежегодный конкурс «Жерлай-де-Журек», в котором приняли участие порядка 40 претендентов. По итогам конкурса первого места в номинации «Эстрадное пение» удостоился квинтет «Бастау» из Искельдинского района. Лучшими в номинации «Традиционное пение» стали музыканты из Кербулакского района. Со слов организаторов, в 90-летие Мукагали Макатаева конкурс «Жерлай-де-Журек» будет организован на республиканском уровне. В этом году было прописано положение, что должны обязательно исполняться редкие песни, ранее неисполняемые новые песни. И, конечно же, возраст участников в этом году стал намного моложе. И сам уровень конкурса, хотя и он областной, как считает жюри, он очень высокий. Чествование казахского классика прошло и во Дворце языков областного центра. Талантливые учащиеся талдыкурганских школ выступили с произведениями поэта. Ответственность оценки мастерства художественной декламации юных дарований была возложена на заслуженных деятелей культуры Алматинской области. Мукагали Макатаев – легендарная и историческая личность. Он внес огромный вклад в развитие казахской поэзии. Большинство его произведений наложили под музыку. Мы горды тем, что в истории нашего народа был такой человек. В ближайшие дни в области пройдет еще ряд мероприятий, посвященных Дню рождения поэта. А уже в 2021 году пройдет юбилей 90-летия. Мы планируем отпраздновать его с размахом. Окунуться в мир творчества поэта и писателя Мукагали Макатаева, услышать запись голоса автора многочисленных произведений, посчастливилось участникам встречи, прошедшей в областной библиотеке имени Сакена Сейфулина. Театрализованная постановка и декламация поэтических произведений – неполный перечень программы мероприятия. Произведение великого поэта очень жизненное. Наверное, каждый из нас увидит в творениях автора и частичку своей жизни. Потому что многие из нас буквально выросли на творчестве Мукагали. В честь дня его рождения, с начала февраля, начаты мероприятия, о которых молодежь читает стихи и отрывки произведений великого поэта. Сравнительно новый для Алматинской области, но уже весьма популярный зимний туризм. И это не только горячие источники Уйгурского и Панфиловского районов, высокогорные санатории и лыжные комплексы Толгарского района и Тикели, но и подлёдный лов. Теперь в списке любимых мест туристов не только Балхаш, Алаколи, Капшагай, но и непревзойдённой красоты Кульсайские озёра. Рыбаки со всех уголков страны приезжают сюда, чтобы поймать, пусть не золотую, но всё-таки редкую рыбку – форель. Однако не всё так просто. Для того, чтобы рыбачить на территории Государственного национального природного парка, необходимо знать и соблюдать определённые правила. Алексей Цой расскажет, какие. Багдад не закинув рыбалкой увлекается с детства. Особенно нравится подлёдная ловля. Так и время проводится с пользой. И в гармонии с природой, признаётся рыбак. Личный рекорд Багдада – 30 килограммов за три часа. На этот раз он нацелен на ещё больший улов. Мы когда выбираемся с друзьями сюда, на Кульсайские озёра, соревнуемся между собой. Здесь водится разная рыба, но мы ставим в приоритет форель. Естественно, маленькую добычу мы отпускаем. И таких любителей зимней рыбалки, которых не пугают горы и высокие сугробы, на Кульсайских озёрах можно встретить немало. Однако, чтобы вдоволь насладиться рыбалкой, без риска нести административную ответственность, необходимо купить лицензию. Её можно приобрести в 13 километров от водоёма в селе Сати на базе Государственного национального парка. Мы обеспечиваем доступ ко всем озёрам. В первом можно ловить рыбу до 300 килограммов. И вот во втором – до 400 килограммов. Для рыбалки необходимо купить лицензию. Она стоит всего 900 тенге. Необходимо помнить о простых, но важных правилах. Лёд для группы людей должен быть толщиной не менее 15 сантиметров. К счастью, в этом сезоне толщина льда достигла 25. Необходимо учитывать и расстояние между лунками, которое должно составлять более метра. Нужно строго соблюдать чистоту и рыбачить недалеко от базы. Сотрудники национального парка регулярно следят за порядком. А несоблюдение требований ведёт к наказанию и грозит внушительным штрафом. Мы принимаем все необходимые меры для безопасности отдыхающих. Но и они часто не соблюдают простые правила. Мусорят, разводят костры и прочее. Нерадивых туристов штрафуем. За 2018 год жемчужину северного Тянчаня посетили более 40 тысяч туристов. И с каждым годом эта цифра будет только расти, заверяют специалисты. В этом году планируется открыть несколько туристических маршрутов на озёрах Кольца и Хаэнды. А зимняя рыбалка – самый популярный вид досуга для отдыхающих. Алексей Цой, Жаркан Шентаев и Ержан Дьюсин. Телеканал ЖТСУ. Кигенский район. Это всё, чем запомнилась уходящая неделя. Увидимся на следующей. Берегите себя и своих близких. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок